В эфире новости ЮРГУ. Итоговый выпуск. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Эльмира Мустафина. Здравствуйте! В ЮРГУ состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра штаба студенческих трудовых отрядов ВУЗа. Дорогие друзья, сегодня у нас с вами двойной праздник. Во-первых, 20-летие нашего штаба студенческих трудовых отрядов ЮРГУ. А во-вторых, вы знаете, что сегодня День Конституции. А Конституция в том числе и у нас будет право на труд. Поэтому давайте поаплодируем всем и поздравим друг друга с этим двойным праздником. Хочу сказать, что для нас студенческие трудовые отряды являются флагманом молодежной политики нашего университета. Это движение действительно очень нужное, очень важное. Штаб студенческих трудовых отрядов был создан на базе ЮРГУ в 2004 году. Студенческие отряды представляют собой движение студентов, объединяющим фактором которого является общественная деятельность, обучение специальностям в учебное время и работа по специализации отряда в летнее время. Календарный год подходит к концу, а трудовые отряды ЮРГУ подвели его итоги. В ВУЗе состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра ШТО. В этом трудовом семестре студенческие отряды поработали очень неплохо. У нас есть прекрасные результаты по итогам лета. Это и лучший комсостав в студенческом сервисном отряде «Авалон». Это первое место по производке студенческий строительный отряд «Гранит». Это знамя на межрегиональном проекте у сервисного отряда «Штиль». И лучшие результаты у педагогических отрядов на их сменах в лагерях. Штаб студенческих трудовых отрядов ЮРГУ – это одна из крупнейших стабильно функционирующих молодежных общественных организаций ВУЗа. Более 500 молодых людей занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей и другими работами на всей территории России. Строительное направление у нас работало на всероссийском проекте в городе Озерск на Мирном Атоме. Также ребята выезжали на всероссийский проект «Метрополь». Получается, у нас мастер штаба был командиром всероссийского проекта в Сочи-парке. И в принципе, вожатые тоже себя очень хорошо проявляли в нашей области. Также на закрытии в рамках подведения итогов года были награждены участники штабов за личные и командные заслуги. Ребята отметили в девяти номинациях, таких как всесторонняя поддержка и вклад в развитие шестого ЮРГУ, лучший командир, лучший комиссар, лучший мастер, лучший руководитель пиар-службы, лучший отряд и другие. Я в отрядах не первый год, и это очень тяжело иногда получить эту награду. Мы много работали, разные мероприятия, копим грамоты, и именно за это получаем финальный. Я в данный момент получила первую грамоту, это как первый этап, благодарность шестого за вклад в развитие Южноуральского государственного университета. То есть за разные мероприятия и активность при университете и на уровне Челябинской области. В новом трудовом семестре, который стартует 1 мая 2025 года, участники шестого планируют проведение ряда мероприятий с целью продвижения штаба. Так, ребята уже занимаются организацией 18-го фестиваля танцев студенческих трудовых отрядов. День Конституции Выставка организована при участии Главного управления молодежной политики Челябинской области, научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, а также аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области. На самом деле, те, кто думают, что нейросеть – это очень легко, и просто ты что-то пишешь, и она тебе сразу дает, на самом деле все не так. Это сложный творческий процесс, и мы, на самом деле, несколько недель с ней общались, взаимодействовали, давали ей какие-то посылы, чтобы получить конечный итог. Когда мы делали какие-то моменты, связанные с символикой Российской Федерации, нейросеть иногда начинала фантазировать или, как говорят, галлюцинировать. И герб, например, она представляла очень по-разному, особенно орел ей трудно давался, вот этот двуглавый. Поэтому, в конечном итоге, мы отказались от того, чтобы использовать орла, мы сделали просто с флагами, ну, чтобы все было, опять-таки, корректно и соответствовало государственной символике. Также в честь Дня Конституции для студентов была проведена лекция на тему дружбы народов, направленная на толерантные отношения между нациями. Я вот во время лекции говорил, как раз, что Россия и Челябинская область у нас являются многонациональным государством, и для того, чтобы построить гармоничные отношения между народами, которые очень часто не похожи друг на друга, эта лекция, собственно, и нужна. И вполне возможно, это послужит толчком к дальнейшему размышлению и каким-то изменениям в собственной системе ценностей, в системе приоритетов. Память о важных знаменательных датах сохранения культурного наследия народа нашей страны, именно на эти факторы направлены данные мероприятия. Я считаю, что День Конституции – это достаточно важный праздник, в принципе, для всех граждан, которые проживают на территории Российской Федерации. Эти встречи также очень важны, и желательно их проводить как можно чаще, желательно вспоминать какие-то наиболее тоже памятные даты, которые ранее не так ярко освещали, не так часто. То есть это все будет очень важно, в первую очередь, для воспитания как молодежи, так и небольшого напоминания уже для взрослых, состоявшихся людей. Студенты и сотрудники ЮРГУ могут посетить выставку до 1 февраля 2025 года. Она располагается в холле второго этажа второго учебного корпуса. Отметим, что организатором мероприятий в УЗИ выступило Управление по внеучебной работе ЮРГУ. ЮРГУ вошел в топ-20 лучших вузов России по медиа-активности по итогам 2024 года. В ходе итогового семинара совещания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации благодарственными письмами были отмечены университеты, наиболее активно работающие в медиа-сфере, вошедшие в топ-20 рейтинга вузов России МРЭЙД по итогам завершающегося года. Южноуральский государственный университет был отмечен за командную работу и выстраивание эффективной информационной политики в 2024 году. Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский лично поздравил представителей вузов и обозначил ключевые задачи, которые стоят сегодня перед специалистами по продвижению в университетах. МРЭЙД – единственный официальный медиа-рейтинг российских вузов, который формирует Миноборнауки Российской Федерации. Он учитывает эффективность работы университетов по трем основным направлениям – работа со СМИ, работа в группах и каналах во всех социальных сетях, а также работа с официальными сайтами вуза. Команда экспертов анализирует деятельность более 2000 вузов. 237 из них попадают в итоговый рейтинг, который публикуется ежемесячно в течение года. С сентября 2023 года ЮРГУ входит в топ-рейтинга, где конкурирует со всеми федеральными университетами – ведущими вузами Москвы и Санкт-Петербурга. В преддверии 20-летия ТРК ЮРГУ-ТВ телекомпания вуза посетил самый юный журналист Челябинской области. В эфире новости ЮРГУ. В студии Лев Шафигин. Юный журналист Лев Шафигин побывал в гостях у телерадиокомпании ЮРГУ-ТВ Южноуральского государственного университета. Ему провели экскурсию по редакции новостей, радио ЮРГУ и профессиональной телестудии. Лева особенный мальчик – единственный в регионе ребенок с редким генетическим заболеванием – синдромом Барта. Но ему это совершенно не мешает. Он очень любит профессию журналиста и стремительно развивается в ней. Свой первый репортаж Лева сделал о родном городе Челябинске, в котором рассказал об интересных фактах из истории города к его дню рождения. Вообще много кем хочу сказать, но самая большая моя мячка – это журналистик. В самом деле, если я мог в журналистике посмотреть, я могу сказать, какой большой, в нем сколько всего интересного. Мне больше всего нравится, у меня уже есть большой опыт журналистики. Это все благодаря моей маме, она сзади. Мама Левы Виктория Шофигина была одной из первых студентов, которая окончила ранее факультет журналистики ЮРГУ. Работала выпускающим редактором в ГТРК «Южный Урал» в программе «Утренний город». Была руководителем программы «Взрослые новости» в студии телевидения «Агюст и Луи». Корреспондентом 31-го канала «Новости», телегруппы 74.ru, Live News, СТС «Челябинск», «Городские новости» и «Урал-1». Ее любовь к профессии передалась и сыну. Еще будучи в декрете, Виктория начала вести группу ВКонтакте под названием «Я редкий», в которой рассказывала не только о своем сыне, но и о других детях, показывая, что они могут быть успешными в совершенно разных отраслях – в спорте, в музыке, в журналистике и многих других. Вот как-то все так, ну, естественно, произошло, не было такой цели, что вот я журналист, и вот сын, значит, тоже журналист. Нет, но для него это возможность, возможно, это будет его профессией, потому что он, конечно, мечтает там о каких-то тех же сноубордах, там, не знаю, трюках, на скейтбордах, но у него такая особенность здоровья, что он физически это не сможет. Поэтому вполне возможно, журналистика, если он захочет, это может стать его профессией. Он мне как-то сказал, мам, так для меня эти съемки, это же я узнаю мир. И он действительно узнает мир, он бывает в таких местах, как и все журналисты, где не бывают обычные люди. То есть это, ну, такое у нас сейчас очень интересное приключение, я бы сказала, для него. Конечно же, он, наверное, не все там прям вот так осознает, что он, где он, но я думаю, когда он вырастет, ну, он так посмотрит назад с гордостью, какое у него было детство. Уже в таком юном возрасте у Лёвы есть своя рубрика «Особый корреспондент» на городском канале «Урал-1» в программе «Эко-азбука». Он с удовольствием работает корреспондентом на съемках наравне с профессиональными журналистами. Лёва стал первым ребенком, который попал в рабочую зону Челябинского зоопарка. У юного журналиста уже есть свои репортерские награды. Он получил спецприз конкурса журналистского мастерства «Золотое слово», который проводила среди профессиональных СМИ Челябинская епархия. Его отметили как самого юного корреспондента России. В преддверии 20-летия ТРК Юргу-ТВ Лёва и Виктория Шофигины поздравили телекомпанию с предстоящим праздником. Я желаю Юргу-ТВ много новых открытий, чтобы приезжают самые необыкновенные гости. Но и хочу пожелать добра, счастья и тепла, и голой жизни. С юбилеем Юргу-ТВ! Прошел очный этап премии Юргу-Влицех в номинации «Перспектива года». Юргу-Влицех – ежегодная премия, направленная на выявление и поощрение обучающихся и сотрудников Южно-Уральского государственного университета, имеющих особые достижения в творческой, научной, спортивной и общественно значимой деятельности. Так в УЗИ прошел очный этап для участников номинации «Перспектива года». В ней приняли участие первокурсники университета. Мне всегда были интересные конкурсы подобного рода. С самого детства я участвовал во всяких творческих мероприятиях, занимал первые места в различных конкурсах. И когда я увидел, что в Юргу проходит такая премия, я решил попытать свою удачу. Я ставлю цель познакомиться с интересными людьми, с которыми впоследствии я, возможно, смогу работать и делать какие-то творческие проекты совместные. Ну и, конечно же, победить. В рамках этого мероприятия, скорее всего, показать себя, помимо своего института, на весь университет, чтобы обо мне услышали, где-то узнали, возможно, куда-то привлекли, где мне будет самое место. Очный этап проходил в формате самопрезентации. Участникам было необходимо представить все свои достижения в формате креативного очного выступления. На выступление отводилось три минуты и две минуты на вопросы от экспертов. Только полгода назад они переступили по року университета, но уже достигли очень много на своих высших школах и институтах. А сегодня у нас впервые приехали филиалы с великолепными творческими выступлениями. Если говорить о целях участия в данной номинации для студентов, это показать себя, показать, что как они были хороши в школе и как много они успели уже достичь за полгода в университете, во внеучебной жизни, развивая свои и подразделения, и университет в целом, как в творческой, так в научной, так и в спортивной деятельности. Член жюри, председатель Совета обучающихся ЮРГУ Федор Бородин рассказал о критериях отбора и особенностях самопрезентации. Торжественная церемония награждения премии ЮРГУ в лицах пройдет 19 декабря в актовом зале Южно-Уральского государственного университета. ЮРГУ В Южно-Уральском государственном университете студентов с разных частей России здесь могут участвовать только российские студенты, потому что, к сожалению, иностранцы не могут приехать, а во вторую секцию управления проектами у нас участвуют еще иностранные студенты. На мастер-классе были рассмотрены ключевые инструменты принципов бережливого производства в рамках национального проекта по повышению производительности труда, а также способы их применения. Это рост производительности труда и автоматизация, либо роботизация производства. Поэтому без бережливого подхода, без роста производительности труда конкурентоспособность всей России будет не на том уровне, на котором хотелось бы. И могу сказать, что у нас часть студентов, которые прошли уже через эти чемпионаты, я по ЮРГУ служу, они уже проходят практику в нашем фонде развития промышленности и хотят выйти на работу. То есть это еще и будущее трудоустройство. Участниками мастер-класса стали студенты первых и вторых курсов из Уфы, Владимира, Калининграда, Горно-Алтайска и Челябинска. В ходе мероприятия команды продемонстрировали свои организационно-управленческие навыки, знания в сфере бережливого производства и сплощенности команды. Напомним, что секция «Бережливое производство» проводится очно и проходит в интерактивном формате. Основная цель – обучить студентов основам бережливого производства, которое помогает сократить затраты и ускорить производственные процессы. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Зен. До встречи в эфире. Дорогие коллеги! Я с удовольствием, с радостью поздравляю вас с юбилеем телерадиокомпании Юргу-ТВ. Я бы даже сказала, медиахолдинга Юргу-ТВ, потому что сегодня нет, наверное, тех форматов, которые вы не охватываете, в которых вы не научились успешно и эффективно работать. Сегодня, я думаю, в любой региональной телекомпании успешно трудятся те, кто когда-то прошел вашу юргушную школу. И это характерно не только для Челябинской области. Наши с вами коллеги, причастные к созданию Юргу-ТВ сегодня, успешно работают в разных регионах нашей страны. И действительно очень приятно, что из вузовского медиа вы действительно выросли в большой профессиональный холдинг, который показывает потрясающие успехи на всероссийском уровне, показывает высокий уровень профессионализма, показывает умение работать в самых разных жанрах и в самых разных форматах. Я вам от души желаю новых успехов, большого вдохновения, творческих высот и признательности вашей аудитории. Всем привет! На связи студия новостей ОТВ. Я Валерия Панова. Именно отсюда наши ведущие читают подводки к моим и не только моим сюжетам. Но всего этого бы не случилось, если бы 6 лет назад я не устроилась работать на Юргу-ТВ. И вот у нас есть приятный повод встретиться вновь. Это 20-летие телерадиокомпании. Я знаю, как много достижений в этом году и не только получила наша Юргу-ТВ. Но хочется пожелать, чтобы их было еще больше. И особенно мне приятно, что эти достижения приносят не только те, кто сейчас работает на Юргу-ТВ, но и те, кто уже давно выпустился или работает в региональных или даже в федеральных холдингах, но все равно продолжает прославлять нашу телерадиокомпанию. И один из таких людей, это Сергей Вихно, мой коллега, работает вместе со мной на ОТВ. Сереж, тоже тебе предлагаю поздравить наш Юргу-ТВ. Ну, мои отношения с Юргу-ТВ не такие продолжительные, как у Валерии. Но, тем не менее, это время оставило во мне, в моем сердце, неизгладимый след. Я до конца жизни буду благодарен этому месту Юргу-ТВ за то, что, по сути, они дали мне дорогу в журналистику, дали дорогу в этот удивительный мир. И хотелось бы пожелать, наверное, побольше людей, молодых людей с горящими глазами, которые приносят новые идеи, которые дают импульс развития. В целом, журналистики, наверное, в регионе, не только в Челябинске, не только в Юргу. И пожелать только самого лучшего, творческих успехов, дальнейшего развития и еще больше наград. С праздником Юргу-ТВ! С праздником, с 20-летием!